Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Play at Home. Вы кричали, вы просили, фернбас у нас в эфире. Да, я приобрел данную игрушку со всеми дополнениями, со всеми модами, включая футбол и Австрию. Будем с вами кататься в горах, смотреть, как у нас все дела там реализовано и, естественно, кайфовать от наших путешествий. Единственное одно есть НО. У нас с вами игра будет разбита на две части. Первая часть, вы прекрасно все знаете, дядя Андрея, Андрюха Кулвейва, мой друг, и мы с ним очень много проводим времени в играх. Он у нас живет в Тюрихе. Это у нас Швейцария. Поэтому я решил сделать так, что мы первые обучающие серии, одна-две серии примерно, да, у нас с вами будут связаны для того, что мы с вами будем добираться до Тюриха. Ну, параллельно выполняем какие-то заказы в развозе. Наша задача открыть именно тот самый город и передать Андрюхе виртуально привет. Ну, а после того, как мы с вами уже освоимся с игрой, поймем все моменты и тонкости ее, мы будем колесить в разнообразных рейсах. Но не просто так, потому что, в принципе, таких рейсов очень много уже в Ютубе, и я думаю, вас не удивить этим будет. Тем более, игра не новая. Я придумал такую фишечку. Мы с вами будем брать какой-то маршрут, предположим, из города А в город Б. А, и как раз-таки, пока мы будем ехать в город Б, да, я вам буду рассказывать про этот город. То есть, я буду читать в интернете какую-то информацию интересную, почерпывать, и вам, и с вами, точнее, буду ей делиться во время нашего путешествия. То есть, для вас это будут такие некие виртуальные туры. Я думаю, это чертовски круто, это чертовски интересно и как минимум неоднообразно. Помимо всей той болтовни, которую мы с вами любим и умеем устраивать в играх подобного рода. Если вам идея нравится, сразу втыкай ролик лайкос, поддержи меня, если я пойму, что вам это тоже интересно, соответственно, этой идеей быть. Ну, если нет, как всегда, все зависит от вас. Ладно, а мы начинаем держать курс к дядю Андрею в гости. Первое, что нам предлагают сделать, это выбрать место отправления. Но у нас их не так очень много, у нас Висбаден и Майнц, ну, я думаю, наверное, мы с вами как раз-таки от Висбадена и отправимся. А где у нас Тюрих? А Тюрих у нас находится вот здесь, да. Он для нас закрыт, как раз-таки, я думаю, 2-3 разъезда нам должно хватить для того, чтобы оттуда добраться. Ну, а дальше мы будем открывать все остальные города, Берлин с вами посетим, естественно. И я думаю, вообще эта тема будет интересна всем тем, кто мало путешествует или очень мало знает про страны и города Европы. Тем более, в каждом городе есть какое-то свое интересное местечко или какие-то, может быть, интересные вещи, которые были связаны в тот или иной промежуток времени. Да, мы с вами находимся в карьере, у нас с вами все закрыто. Я, если честно, не играл в эту игру, но примерно уже понимаю, как здесь все устроено. Кстати, при включении данной игрушки у нас выскакивает сообщение, ребята, у нас появилась новая игра, называется Туристик Бас Симулятор, поэтому, пожалуйста, покупайте ее. Да, вот такая вот тема. Да, значит, здесь у нас указано, что идут ремонтные работы, нам придется с вами заправляться, но здесь единственное, что нету, это наема рабочих, как я понял, да. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ладно, создаем маршрут. Мы с вами выезжаем от Висбадена, и докуда мы с вами можем проехать? До Штубгарта мы можем проехать, получается, да? Ну, такой достаточно долгий маршрут на 2 часа 58 минут. Расстояние 254 километра, но самое же интересное, здесь мало всяких петель, мало заездов именно в какие-то другие города. Я сейчас беру именно больше по трассе для того, чтобы как можно скорее открыть Цюрих. Но я так полагаю, что скорее всего, опять же таки, после Штубгарта нам хватит радиуса доехать до Цюриха. Поэтому 1-2 серии для того, чтобы как-то раскачаться по игре. Да, значит, мы выбираем этот маршрут. Номер маршрута давайте сделаем, я не знаю, давайте сделаем 4600. Это я люблю эти цифры. А, здесь не влезай, да? Ну, тогда у нас будет просто 3 семерки. И мы будем всегда знать, что это именно наши рейсы. Не только мы, но и наши виртуальные пассажиры. Сохранить? Конечно же, да. Далее нам уже надо будет просто подтвердить и выбрать сам маршрут. Пожалуйста, выберите режим управления, аркада или реалистичный. Больше не показывать, конечно же, реалистичный. Музыка, кстати, очень крутая. Нам есть в МАЗа выбрать какой-то вид из автобусов. Но я думаю, наверное, то, что у нас выбрано сейчас, оптимальный вариант из того, что, в принципе, здесь у нас имеется. Тоже прикольно смотрится автобус. Такой бело-зеленый, да? Ну, это чересчур, мне кажется, раскрашенные. Гамбург с синей. Не знаю, у меня вот синий автобус вообще не заходит. Тут просто мимо. Блин, музыка просто шикарная. Боруссия. Если убрать БО, получится Россия. Прикольно. Символично, на самом деле. Но не... О, да, блин. Просто да. Тематика Рэдбула, кстати. А это что такое? А, это фан-клуб. А, нет, все. Рэдби-зон. Блин, интересно, Рэдбула их за похожую тематику не притянул? По логотипу. Слушай, мне нравится. Реально круто. Да, черт подери. Это наши автобусы будут. Бизоны. Да. Этот мы выбираем. Значит, наш персонаж, ну, такой вот упоротый человечек. Он у нас зеленый, как огурец. Прямо потому, что он овощ. Поэтому мы его, наверное, с вами и оставляем. Ну что, режим управления реалистичный. Дата 01, время 10. Погода у нас динамичная. Есть некие дожди и все остальное, все, что вообще есть в игре. И я надеюсь, мы с вами одновременно наткнемся прямо на этот тест-драйв среди погодных условий. Нажимаем начать игру и поехали. Поэтому не забывайте пристегнуть ремни, налить себе чашечку кофе или чая, взять себе булочку. Будет долго и, я надеюсь, интересно. Блин, для начала, конечно, все хорошо, но это прямо убийственно долгие загрузки. Я не знаю, может, у меня одного такая петрушка или нет, но минут, наверное, 10 грузилась игра. Чтобы вот просто из меню выйти в сам игровой режим, это, конечно, овердолго. Ладно, открываем ворота наши и погнали в наш автобус. Сначала, конечно, мы пройдемся, посмотрим. Слушай, а нормальненько здесь так. Здесь у них всех слаб... Да, конечно, виды у вас будут такое себе. Что за черная мазня здесь? Ты посмотри. Я думал, она будет, знаете, типа в такую сеточку, чтобы можно было видеть сквозь картинки. А здесь что-то прямо совсем, походу, дешевая просто наклейка. Просто тонированное стекло. Ну, такое себе, да. То есть люди особо кайфа, наверное, не получат, когда путешествуют. Здесь вот свет идет, и поэтому, может, просвечивается. Но вот здесь сбоку, если смотреть, то, ну, видно вдалеке, вон, видите, прорисовывается. То есть здесь такая тонировка, мама, не горюй. Ну, да ладно. За то, чтобы никто не видел, кто тут едет. Все правильно, да. Да и с обратной стороны тоже, чтобы никто ничего не видел, и чтобы мы никого не видели. Прикольно, кстати, все сделано. Очень много подстаканников, все кожаное. Ты посмотри, все хорошенькое. Единственное, что в таких вот сидениях, таких вот рейсовых автобусах, если это какой-то, знаете, не привязанный к какому-нибудь футбольному клубу, там, каким-то еще там спортивным командам, когда это идет на массовости, на потоке, вот здесь обычно либо вешаются какие-то платочки, да, с помощью двухстороннего, двухсторонней липучки, да, либо какие-то просто типа салфеты кладутся, иначе здесь эта кожа, она просто начинает становиться жирной, ну, и очень неприятно как бы прислоняться там, или особо, когда ты уже пытаешься что-нибудь поспать там, или щекой поворачиваешься, ну, это, короче, бля, мерзость. Вот, и самое, что интересно, я не любитель ездить в автобусах, я ездил, конечно, в автобусах, но не любитель ездить, именно когда вот так едешь задом, то есть садишься спиной в сторону движения, для меня, мне кажется, это полный обзец, и ну его нафиг, да. Ну, а в общем и целом, в принципе, автобус достаточно классный, сделан, чуть ли не люкс-эдишн, смотри, большое расстояние для ног, то есть здесь действительно можно ехать и кайфануть, особенно это касается высоких, больших людей, в тех же самых самолетах, знаете, да, садишься, и тебя прямо, ну, пипец как неудобно там, если ты там больше метра 80, метра 90, ты сидишь как еще в три погибели, ноги не вытянуть, под сидение не засунуть, особенно, если какая-нибудь бабка перед тобой сидит, откинется, ну, не в смысле она вообще откинется, нахрен, а именно откинется в плане сидения. Так, это что-то мусор, что ли? А, нет, это защелка. То вообще жопа. Так, дальше у нас что здесь? Это наш автобус, надо его изучить, естественно. Так, здесь у нас место для того, чтобы поспать, туалет. Здесь у нас получается типа столик. Кстати, прикольный столик сделан, да, такой барный? Да, классно. Ну что ж, давайте. Теперь посмотрим, что у нас есть по управлению. Дверь закроем. Вот шума сразу изолируем из себя. Так, как ты у нас заводишься? Ну, заводишься у нас, походу, по стандарту, да? Да, заводишься у нас по стандарту. Что имеется? Слушай, ну, все как туристика бас-симулятора. Вот прямо один в один. Ну, в смысле в том, что автобус... Понятно, что они берут общую модель автобуса, да, и после всего этого действия уже начинают проектировать. Но в том смысле, что прямо-таки идентичная вся тематика сделана. Разве что там часов, наверное, не было, да, и погода именно... Ой, не погода, а температура именно за бортом. Либо, кстати, это за бортом, скорее всего, да, скорее всего, да. Вот. Фелекс-бас. Значит, здесь мы сами все сделали. Ручник снимаем. Давайте врубим освещение. Посмотрим, что у нас имеется уже по приблизности. Давайте включаем Wi-Fi. Естественно, туалеты. Дверь у нас все открыта. Это все работает. Заправка у нас полный бак. Но у нас все... Прямо все по красоте, я вам скажу. Мы готовы с вами выдвигаться. Единственное, давайте посмотрим теперь сам маршрут. Как и куда нам ехать. Значит, мы с вами сейчас остановки выдвигаемся с стоянки. Забираем наших пассажиров на первой остановке. И после этого действия уже начинаем движение. Единственное, что эти значки здесь... Это типа закрытые или что это означает? Интересно. Нам бы главное просто какую-нибудь пробку здесь не вставить. Потому что многие писали, что типа, когда будешь играть, аккуратно там. Надо будет перепрокладкой маршрута заниматься. Ладно. Мы с этим с вами разберемся уже по мере поступления информации. Слушай, ну движется он прямо так. Слушай, даже шум точно такой же, как в туристике. Прямо один в один. Ворот откроют вообще здесь, нет? Кто-нибудь или самому надо? Знаешь, что бросается в глаза вот прямо сразу невооруженным взглядом? То, что здесь очень большой, очень живой и мощный трафик. То есть машин сразу здесь заметно в разы больше. Походу они более развитые и более правильно ведут себя на дороге. Ну и естественно, наверное, ключевой момент это... Это как раз таки город. Здесь как бы не просто там 2-3 домика. Смотри, они дома отличаются прямо между собой даже по внешности. По общей составляющей создания этого города. Слушай, ну они прямо все стоят и соблюдают. Я думал, кто-то лихачить будет. Что там у нас зеленый когда загорится, а? Зеленый, ты когда загоришься? Походу не скоро. И очень чувствуется такая напряга на видяху, потому что очень много всяких деталей, очень много мелких вещей, очень много микро всяких движений. И, соответственно... О, поехали. Соответственно, такое ощущение, что FPS иногда падает. Ну, посмотрим, покатаемся, посмотрим, что зато у нас все дело выйдет. Так, давайте, наверное, сразу в крайнюю правую сторону с вами встанем, полосу. И здесь будем отсюда с вами уже двигать. А, стоп, нам здесь лучше, наверное, немножечко левее взять. Тем более мы с вами пойдем на поворот на левую сторону. Слушай, здесь даже машины такие же. Аудюхи, фольксваген, иссякают грузовичков, разве что я не видел. Что там у нас по светофору? Блин, долгие светофоры. Здорово, мужик. Как работаешь? На помойке я работаю, походу, да? Это мусорный компактор он везет. В Европе, кстати, очень распространенная тема. Мусор бросают не в обычный, там, пух-то, там, или контейнер, а именно компакторы стоят в куторговых центрах, и они прессуют в несколько раз, соответственно, для того, чтобы сделать реже вывоз. Стоят они, там, по-моему, от 500 до, там, 2 миллионов. А, нет, слушай, это обычный прицеп. От 500, там, до 2 миллионов примерно. Вот, но... У нас в России такие тоже есть, но они далеко не у каждого торгового центра стоят. Так, ну, у нас главное, мужики. Вы что борзее? Не борзее. Слушай, ну, город здесь прямо реально другой. Так, у нас поворот отлично есть. Шикарно. Слушай, а мне нравится эта игра. Я специально даже не стал играть у нее без записи. Думал, именно посмотреть вместе с вами. Прямо круто, прямо круто. Была бы чуть-чуточку поплавней, наверное, она была вообще бы цены бы и не было. Точнее, вот так, да. Ну, и дома можно было немножко по-другому отрисовать. Просто как-то блоки стоят. С накинутой текстуркой. Не более чем. Слушай, зато здесь... О, да ладно, серьезно. Я обратил внимание на то, что здесь у всех машин, походу, разные номера. Или мне показалось. Я вот что-то так начал присматриваться. Смотрю, у них есть номера. Том же самом, туристик и номеров нифигашеньки нету. Но по управлению это один в один. Вообще один в один. Что, мы там правильно поворачиваем, да? Да, отлично. Здесь хотя бы дороги поширше. Чуть-чуть. У меня такое ощущение, что... Это грязь какая-то на лобовом, да? Или нет? Да, походу. Ладно, вырубаем эту хрень. Нам бы главное сейчас его столбики не снести. А вот и наши первые посетители. Пассажиры, да, сейчас... Ух, сколько здесь их могут, а ты смотри. Так. Это мы открыли. А, там, наверное, еще багаж надо открыть, наверное, да? Сейчас глянем. Багаж, по-моему, открывается... Вот это... Да. Что, товарищи, закидывайте свой хлам. Всякий. А, уже начали закидывать. Серьезно? Слушай, а может быть, им надо открыть со всех сторон хлам? Все эти темы. Ну-ка, попробуем. Рэдбулл прям приподнялся. Ты смотри, сколько сразу багажа у нас стало. Шикарно. Так, а что вы не садитесь? А, я рейс, наверное, не взял, да? Да, я рейс не взял. Рейс же у нас берется таким же образом, как и все остальное. 777-й, Штутгарт. Заходим, люди. Эй. Товарищ. Слушай, а может, что-то я плохо встал? А, серьезно? С вами еще надо это самое, пообщаться? Так, фликсбасс, войти. Сколько людей? Ох, ни хрена себе. Так, отправление. Подтверждение бронирования. Экспресс-регистрация закрыта. Он у нас едет в Штутгарт. 13.00, да? Принять или баттланить его? Ну, да. Едь. Серьезно? Охрененно, это круто сделано. И он, смотри, он там оказался уже. Так, следующее. Так, а ты у нас билетик нарисован. Ты у нас что-то нарисовано? Продажа. А, то есть ты хочешь поехать туда. Пассажир планирует поехать в Штутгарт. Да, мы едем. Выбираем, это самое, точнее, пункт назначения. Отвердить. Билетик есть. Лови. Следующий. Штутгарт едешь, да, лови. Едешь дальше, дамочка, выкладывай. А не все Штутгарт едут, да? Штутгарт, да. Данк еще. Конечно же, ладно, едешь. Штутгарт. А здесь есть кто-то едет? Мне Штутгарт вообще интересно. Или это, для чего это? Так, место Штутгарда. Так, ты куда? Штутгарт тоже. Данк еще. Так, а, вот здесь облом, смотри. Он едет в другое место. Она едет в Аугсбург. Нет, извините, она не сюда. Штутгарт, да. Следующий. Так, ты не сюда. Штутгарт, да. И ты, дамочка. Хочешь поехать в Штутгарт? Без проблем. Подтвердить. Билет готов, вперед. Все, ну а вы извините, вы немножечко не туда сели. Так, а что у нас по вещам получилось? Ну, вещей у нас, в принципе, не много. Автобус у нас забит на фулку почти что, да? Ну, и рассели все. А что вы назад-то сели, а? Дружи. Ну, хорошо. Кстати, вот этого чувака я в туристике видел. Вот этот вот, прямо один в один. Остальных я таких еще не наблюдал. Остальных вроде таких не было. Так, хорошо, мы закрываемся тогда. Сейчас проверяем, все ли у нас закрыто, да. Двери тоже закрываются. Ну, что, товарищи. Я думаю, приятной поездки всем, да? Единственное, что нам машину будет пропустить. Вот это вот отлично. Все, пошли. Классно сделано, я тебе скажу, если честно. Вот прямо реально классно сделано. Опа. Так, нам направо, да? То есть, ты сам идешь, проверяешь билетики, смотришь, кто куда едет. Тем более... Я, правда, единственное, что не понял. Конечно, там есть вариации, наверное, того, что мы берем этих пассажиров и по дороге где-то можем их высадить, если там города эти идут по пути. Как вариант, да? Ну, я иду сейчас без остановок до Штутгарда и не более, поэтому, тем более, по кольцу шуруем. Ну, его нафиг. И, кстати, по поводу билетиков, я приобрел еще игру Bass Simulator 18. Мне прямо реально считать, что эти басы прямо на ура зашли. Вот. Но я, к сожалению, его вернул. Он немножечко не продал мои ожидания. Для меня это достаточно скудный рацион. Извините за выражение, наверное, такое сравнение. Да, дело в том, что там достаточно маленький город. Разъезды такие не интересны. Куча миллиона остановок и продаж этих билетиков. Это сводится к обычному, знаете, водителю троллейбуса, по сути. Ой, блин, я не туда встал. Соряныч, ладно, это мой косяк. Сейчас, извини, друг. Мы чуть-чуть тебя подрежем, наверное, да? Ну, или нет. Вот этого мы подрежем, да. Я что-то заболтался и не посмотрел. Ах ты серьезно, мне все-таки надо было поворачивать. Блин, я реально заболтался. Соряныч, соряныч. Уходим сразу в свою полосу. Все, больше косяков, надеюсь, мы с вами допускать не будем. Классно я съехал, мы с вами. Учитывая, что я за рулем, а вы, мои пассажиры, зрители, слушатели. Но, ничего, это нормально, мы с вами. Слушай, мне нравится здесь то, что огромное количество разных домов. Прямо-таки везде своя архитектура. Это чертовски круто выглядит. Это реально очень круто выглядит. Конечно, очень много похожестей, но, в принципе, в общем и целом... Давай, зеленый, загорайте. Хочу зеленый, срочно, быстро. У нас прибытие должно быть в 13.00, а мы все сиськи тут минем, не можем никак отъехать. Кстати, а что у нас там по людям пока все пучком? Все сидят, все довольны? Да, все сидят, все довольны. Шикарно. Я думаю, они, если что, нам сообщат о каких-нибудь проблемах. Там, может быть, им надо чай сделать или холодно, не знаю. От светофора до светофора. Охренеть движение. Ну. Смотри, они тут все встали в повороте. А что там у нас слева? Да, там пробочка. Причем такая хорошая достаточно. Они там уткнулись где-то в повороте. Что, зеленый сгорается? Да, отлично, поехали. Вогнулись в повороте в салоне. Здесь так холодно. В смысле здесь так холодно? Нормально здесь. Сейчас я сделаю потеплее чуть-чуть. Подожди, на светофоре. Не так скоро, не так быстро. Слушай, они еще что-то высказывают. Недовольство свое. Прикольно. Это прямо круто. Так, как нам тебе потеплее-то сделать, да? Кондиционер. Ну и давай врубим тебе 23 градуса. Нормально будет? Ну, я думаю, должно быть нормально. Да. Едем, балдим. Сейчас начнут ныть, короче. Ой, здесь так жарко. Сделать похолоднее. Кстати, если выбирать холод или тепло, что выберешь ты? В комментариях черкани. Я, наверное, выберу тепло. Да. Я хотя бы... Точнее, я хоть и морозоустойчивый, но все-таки мне тепло как-то ближе. Вот реально. Смотри, у нас здесь надо будет уйти в аэропорт, походу, да? Съезд. А как попшикать на лобовое секло? Хоть в экран харкни. Реально. Что-то как-то очень... Очень запылено, что ли, или грязно. Ну, дворник что-то не справляется с этой хренью абсолютно никак. Да. Коль, нам туда не надо. Нам надо прямо. Мы сейчас на кальце с вами выскочим. Слушай, грузовиков очень много. Прямо какой-то параллель на симулятор Евротрак симулятора. Ну так, сейчас главное, здесь ничего нам не задолбинить. 230 километров еще шарировать. Серьезно? Не кисло мы первый маршрут взяли. Ой, не кисло. Достаточно далеко. Главное, что на топливо хватило. Надо будет сейчас посмотреть. У нас полный бак, мы вышли. Соответственно, посмотрим, сколько у нас сожрется за 230 км. Так, все правильно, да? И пошли уже на ту полосу. Блин, прикольно здесь какие-то развязки сделаны. Прямо очень круто. Еще тут кондиционер так шумит. Мудрее. Бензавод фигарит у нас, да? Надо быть очень аккуратно, чтобы он был выезжать. У него дура. У нас дура. Эти дуры. Такая себе приколюха. Опа. Отлично. И давайте сразу в ту полосу. Легкаушку, конечно, слегка подрезал, но не страшно. Переживет. Просто переживет. Смотри, обычно бэхи шуруют быстрее всех, да? Идешь по трассе какой-нибудь, бэхо там какой-нибудь, финик, пролетают на ура. Здесь, смотри, X5 прямо. Ну, это кузов старенький. Я не помню все кузова X5. Вот. Но это достаточно древний. Сейчас уже сильно поменялись они. Так же, как, в принципе, и аудюхи у 7, которые прошли. Слушай, леса прямо шикарных. Ну, какие постройки здесь. Здесь как будто бы действительно едешь, и такое ощущение, что абсолютно разные везде постройки идут. Да. То есть абсолютно разные локации. То есть ты прямо чувствуешь, что ты перемещаешься между ними, а не шуруешь по монотонным проездам, как в туристик-бас-симуляторе. Слушай, ну, мне прямо нравится эта игра. Прямо нравится. Единственное, давайте я попробую все-таки обогнать бы, наверное, тебя. Там, конечно, легковушка шурует. Давайте, наверное, сейчас мы ее попробуем пропустить. Так, пассажиры, там все у вас хорошо? Нет? Нас, походу, пропускают, да? Ну, давай попробуем. Здесь у нас ограничение сотка, тем более. В принципе, мы неплохо уложились. Аккуратно. Хотя, я думаю, давайте не будем вообще отсюда уходить. Так и пойдем мы в этом ряду. Хотя, смотри, нет. Скорее всего, нам надо будет отсюда сваливать. Да. Нам надо будет отсюда с этого ряда уходить. Сейчас посмотрим. Угу. Да, давай сюда. Нам бы главное не врезаться и штрафов за дорогу не подловить. Все остальное, в принципе, пофигу. Все остальное и терпимо. Шикарно. Погнали. Да, сейчас мы с одного шоссе, походу, выскакиваем на другую. 197 км осталось, серьезно? Слушай, как-то достаточно быстро пролетает время здесь. Прямо очень быстро. Я думаю, наверное, на серию здесь будет уходить часа, наверное, два. Но это без обрезания. С обрезанием, естественно, чуть поболее. А, чуть поменее. Но, ребят, надеюсь, вы со мной будете от и до во всем этом маршруте. Блин. Легковушка, легковушка. Ну, пропусти по-братски. Ну, спасибо. За что мне нравится пропускать автобусы, я всегда пропускаю в городе. Я не знаю, как там, в ваших регионах. Но, предположим, нам Петербург, Москва, я видел на автобусах почти что на всех, наклеено. Типа пропустил. Серьезно? Ну, блин. Я не знаю, как мне сейчас это сделать. Мне надо делать остановку. Вот хрен вам угодишь, люди, серьезно. Ладно, попробуем, если на какую-то прямую выйдем, быстренько сделаем, попробуем переключение. Затем чуть поменьше. На всех, да, вот на всех автобусах написана табличка «Спасибо», когда пропускаешь это. И, конечно, ты делаешь не ради «Спасибо», но ты просто прекрасно понимаешь, что чувак едет на большой бандуре, да, он вызвает людей, лучше давайте его пропустим. Ну, мне кажется, это правильно. Так, ну-ка, сейчас успеем, нет, переключить. Давай сделаем, попробуем. Вот так вот сделаем, да? Отлично, успели, до 20. Надеюсь, все довольны. Что, сколько нам осталось? 182 километра? Отлично. Слушай, здесь хотя бы пишет, сколько нам осталось, сколько мы с вами прошли. А вот единственное, конечно, с этой грязью на лобовом месте меня прямо она вымораживает. Видишь, как будто бы, не знаю, в глазах аркнуло кто-то. Такие еще, главное, переходы жесткие, световые идут. Слушай, а здесь прямо свободненько, прямо свободненько идем. А насчет вот идеи, то, что буду ездить, рассказывать. Я, соответственно, буду себе просто на втором мониторе подрубать какие-то интересные моменты о том городе, куда мы направляемся. То есть, не откуда мы с вами едем. Потому что, в принципе, откуда мы с вами едем, это будет, по сути, конечной точкой предыдущего маршрута. А, следовательно, мы про нее что-то можем узнать. Смотри, вдалеке, какие горы крутые, а? Реально круто. Давайте, наверное, на центр выскочим. Вот. Поэтому, мне кажется, это будет действительно интересно. Особенно людям, которые, ну, предположим, мало знают, что о городах, мало путешествовали. Ну, или наоборот, даже если вы путешествовали, и вдруг не знали, что вот, бац, в таком-то городе, предположим, в такое-то время произошла такая-то тема, там, или этот город славится такими-то достижениями, там, или в этом городе популярно такое-то направление. То есть, мне кажется, это будет действительно интересно. Я думаю, это будет интересно не только вам, но и мне. Я хоть и катался по Европе, да, но прямо в такие, наверное, моменты я не вдавался. Поэтому обязательно, ребята, попробуйте, попробуйте поддержать эту идею лайкосиком. Если вам ультра это интересно, то воткните какой-нибудь комментарий, типа плюсика. Это, естественно, поможет пониманию и развитию и продвижению этого ролика по Ютубу. Поэтому за это вам будет огромный отдельный респект. Слушай, какая-то трасса прям вообще, я думал, будет прямо забита. Кстати, сколько времени? А, 10.59 сейчас, да? Окей. По топливу у нас, я так понял, пока проблем нет. Серьезно? А, нет, слушай, нормально, все нормально, да. Я думал, вдруг надо будет уже дозаправляться. Но нет, пышком все. Какие-то единичные машины просекают. Прямо смотри, и парковки сделаны, и какие-то макдональдсы сделаны. Что только... Чего здесь только нету по этим трассам. Прямо такое ощущение, как будто бы действительно по настоящей Европе гоняешь на автобусе. Что-таки породы. Знаешь, что-то интересное, всегда, когда проезжаешь на машине мимо гор, прямо чувствуется... Смотри, там прямо какие-то церкви даже стоят. Прямо вспоминается карта из World of Tanks. Я не помню, как она называлась. Там Малиновка, по-моему, да? Где война идет как раз на возвышенности. Тоже там какие-то церкви стоят. Вот, проезжаешь мимо этих гор, они все время чувствуют какие-то мощи, такая величная тема. Но на фотках смотришь... Но они не передают. Я понимаю, что фотографии мало передают вообще. Мощность и объем, и массив, и размах всей той картины. Особенно, если это дело касается природы, да? Вот. Но все же, наверное, вот касаемо гор, фотографии ультра-ничтожны. То есть они вообще ничего даже рядом не передают. Обычно так встанешь в какую-нибудь гору там на 2000, на 2000 метров, и бац, такой стоишь, как будто бы где-то в небе находишься. Ну, это чертовски круто, да. Прямо, слушай, здесь такой лес шикарный. Я бы стопутово бы уже... А, кстати, интересно, а какое сейчас время года в игре? Это реально посмотреть где-то интересно или нет? Я бы с удовольствием, хотя бы тормознулся, пошел бы грибочки собирать. Это было бы... Это было бы очень круто. Дядя Сережа Зель найдет рыбалку, охоту, да и собирательство грибов. Что, сколько мы там ашуруем? Ну, 109... А, нет, мы соточку идем, да? Ну, нормально, в принципе. Не хочу ставить круиз, хотя по поводу круизов отдельная тема. Вот в игре, предположим, мне не нравятся круизы, ни в одной игре. То есть я люблю контролировать, я люблю и чувствовать скорость в игре. Но в реальной жизни на такие расстояния мне прям вымораживает идти без круиза. К сожалению, на той машине, в которой сейчас я езжу, это на Солярисе. Ой, нам надо поворот. Сейчас чуть бы не проехали. Вот, на Солярисе у меня круизы нету, и когда я ездил в Крым, конечно, это просто обздец. Педаль какую-то фигарить, 3000 км, особенно когда идешь без остановок, это, конечно, очень геморройно. Это просто очень геморройно. Я прям для себя вкусил весь этот облом, отсутствие данной опции. Так, ну что, пропускаем тут всех. Достаточно, слушай, живой перекресток. Да. Эти у нас на поворот стоят, а здесь у нас нифига нету. Так, что он, кстати, он сказал, очень холодно. Блин, люди, давайте вы как-то уж определитесь. 22 градуса. Какая вам температура была бы оптимально удобна? Я вообще бы на 19 градусах ехал и балдел бы. Действительно. Тем более, учитывая тот факт, что... А, 19 градусов, скорее всего, салонная температура. А, это за бортом, 19 градусов. Слушай, нормальная температура за бортом, я скажу. Все, пошли на наш черед. Осталось соточку пройти. Ой, как хорошо повернули, слушай. Прям огонь. Вот, кстати, то, что у нас с вами здесь имеется еще дополнение по футбольной команде, по футбол-тиму. Это будет отдельная серия роликов, то есть там же у нас совсем другая специфика игры, нежели просто здесь разъезд, да? Поэтому по ней у нас будет немножечко все дело обстоять иначе. Слушай, табличка такси. Кстати, такую же машину я видел в туристике. Один в один. Скин тот же самый. Только там не было таблички такси. Да и номера там не было. Да там дохрена чего нету. Смотри, блин. Прямо ферму какую-то проезжаем еще. Не, мне нравится. Мне реально нравится эта игра. И полиция. Серьезно? Да. Это круто. Это круто. Она прямо-таки 100% симулятор такого, знаете, длиннобоя. Ну вот именно в туристическом плане по перевозкам между городами, городов, странами. На пассажироперевозки. Вот так вот, да. Что заговорился. 80%, но будем стараться не особо превышать. Самое, что интересно, по бокам, да, приезжаешь какие-то постройки и машины там стоят. То есть им какая-то жизнедеятельность ведется. Не просто там, знаете, какие-то макеты стоят. Это тьфу, конечно, но было бы еще очень атмосферно. Знаете, чего? Когда едешь по трассам, я не знаю, там, в Европе я особо такого никогда не наблюдал. В России очень популярно. Да, ты серьезно? Так еще разговаривает. Какое ощущение, что я, блин, немцев на войну прямо везу. Прям такие разговоры сзади. Это, конечно, тема. Да, в России очень часто распространена тема. Вдоль дорог находятся венки. Да, это как некие памятники о том, что здесь произошло ДТП. И я скажу так, я, конечно, сочувствую утратам, потому что происходит это по разным ситуациям. Но эти венки, мне кажется, на людей действуют больше, чем сигналы, знаете, такие таблички о том, чтобы, типа, сбрось скорость, или тут стоит видеокамера. Ты когда приезжаешь, видишь ее, у тебя прямо мысленно, морально, типа, да, здесь произошло горе. Ну и произошло оно явно по видне того, что было что-то нарушено, либо какие-то были проблемы, связанные с автодвижением. Поэтому лучше ехать спокойно и соблюдать все правила. Вот, действительно, это, наверное, такой самый максимально мотивирующий такой, знаете, некий знак. Хотя на дорогу, конечно, людей гибнет прямо огромное количество. Надо, кстати, посмотреть статистику в сравнении. Сравнение России, предположим, и Европы. Общее, суммарное, предположим, сравнение. Вот. Кстати, заметили, да, там коровники только что проехали. Метриные медленницы. Смотри, тут прямо очень круто все. Опа. Это кукурузовое поле или что это? Это, походу, у нас... Подсолнухи, что ли, или что? Я не могу посмотреть, так я поворачиваю. Какие-то цветы, походу. Нет, это не подсолнухи, это что-то другое. Блин, уже 75 километров осталось, слушай, так чуть-чуть. Мы 250-кой мы с вами прошли за сколько? Я не знаю, сколько мы с вами едем. Ну, с мелкими обрезками, ну, не знаю, где-то минут, наверное, 50, наверное, выйдет у меня реального времени. Ну, у вас где-то, наверное, может быть минут 30. Плюс-минус. Очень, очень комфортно, очень душевно, да. 13.00 прибыль, сейчас 11.43. Кстати, по поводу пробега. Пробега по навигации. Раньше, когда пользовался в Яндексе, раньше не было функции поставить, сколько осталось. То есть, было, типа, сколько ты проехал, и все. То есть, у тебя есть в голове, там, память, предположим, ты проехал 100 километров, точнее, тебе надо проехать 100 километров, а ты проехал, там, 70, и ты такой сидишь, считаешь. И я знаю, у меня есть друзья, которые до сих пор оставляют именно такую функцию, то есть, они не хотят смотреть, сколько им осталось, особенно, когда долгий пробег идет. А мне вот и наоборот нравится видеть, сколько остается до конца. Правда, эта функция сыграла злую шутку со мной один раз, когда я ехал на тот же самый Крым, и тебе надо проехать 3000 км, и ты смотришь, как каждую секунду убывает по одному, каждую минуту убывает по одному километру из 3000, по единичке. Ты такой сидишь, ну и вон нахрен, просто вырубаешь эту всю информацию, она просто лишняя. Примерно понимаешь, что проехал около сотки, и тогда спокойно уже подрубаешь, и смотришь, как-то, минус 100, отлично, шикарно. Слушай, здесь я что-то, по-моему, превышаю слегка, да? Самое же интересное, вроде не жалуются никто по температуре, я посмотрел. А по топливу мы с вами выжигали, сколько? Ну, почти четверть бака ушло. У нас что, газина хвостит? Серьезно, она так сказала? Да, мы не особо превышаем, мы в 80 идем, вроде. Да, ну плюс-минус. Хотя, что я смотрю на спидометр, у нас в правом нижнем углу указано, сколько у нас сейчас идет, 70 километров, 78. Лесоповал, смотри, какая-то база. Что-то такая соседка стоит, может быть, здесь какая-то тематика охоты есть. Блин, это мурашки, короче, на лобовом стекле, просто просто выматывать. И как-то еще помыть можно, или автобус, или просто пшикнуть чем-нибудь. А вот... Че? Не успею прочитать. В общем, недовольный чем-то там товарищ у нас. Ну ничего, 40 метров осталось. Интересно, они нам оценку поставят и в конце, мол... Проехал нормально. Блин, нифига себе. Хм, окей. Знаешь что, интересно, тут есть переезды железнодорожные? Если да, это будет интересно, посмотри, как это будет реализовано. 70 надо идти, а я пере... Ну, черт, ну, короче, они будут явно недовольны нашим переездом. Вот, явно будут недовольны. Прямо, прямо порыбачить охоту. Смотри, какой прекрасный проезжаем речушку на мосту. Э? Прямо огонь. Конечно, графика всякая пропрыгивает. Такое ощущение, что в FF, в Tourist Bus Simulator, оптимизация уже стала лучше, чем здесь. Тех, хрен его знает. Но, игра такая поднажеристая, вот эта конкретно, Firm Bus. 30 кмшек осталось. Какие-то заводы подъезжаем уже. Интересно так наблюдать, действительно. Такой вопрос. Разработчики этой игры, они брали достоверную тематику, въезда в города, или хотя бы маломальскую инфраструктуру, или строение, вот такого плана, да? Предположим, где это есть. Я знаю, там некоторые города, по-моему, они пытались именно воссоздать тютельку в тютельку. Хотя я посмотрел ролики того же, последнего обновления по ETS, где они завезли, я не помню, как это называется, у меня его нету, да и ETS-ку не играю. Но я просто посмотрел ролики по Петербургу. Ну, такое себе, вот прямо, ну, вот реально такое себе. Что, мужики, у нас зеленый, что никто не едет-то? О, заводы у нас тоже стоят в фабрике. А вот и у нас табличка, что мы подъезжаем к Штутгарду. Осталось 22 километра. Либо сейчас не снести там... О, отлично зашел, хорошо. Слушай, давай мы не будем уходить, наверное, в левый ряд. Ой, в правый ряд, точнее. Так и пойдем по леваку. Я смотрю, легковушек у нас на хвосте нет особо. Ну, а здесь нам ехать куда комфортнее. Значок у нас нарисован, перекрессия. Значит, мы подъезжаем к нему. И у нас он должен будет сейчас открыться. Да, это финальная остановка у нас. Слушай, шикарно. Где-то час двадцать примерно. Час десять, час двадцать, наверное, все у нас. Вся дорога заняла. И по топливу, да. Четвертину сожрало. Четвертьбака. Ну, это, в принципе, не ничего. Единственное только вопрос, заправляться-то мы будем за бабки или что, как. Потому что я пока не обратил внимания, где вообще наш бюджет, где наши финансы. Здесь, походу, вообще этого момента нет. Вот, сколько здесь у нас сделано кольцо. Прикольно, а? Я думаю, мы просто идем в разворот направо и сразу же на выход. А здесь он прямо в 8-м ручку придется наяривать. Сколько? Семьдесят, идем. Семьдесят девять, а можно сотку. Нормально. Надо перестроиться по нам. А вот сейчас дилемма. А, нет, дилеммы нет. Это мост у нас отрисовался на карте. Давайте, мужики. Ну, как, кстати, как... Ой, слушай, клаксоны, конечно, там не делают в этих играх. Ну, такое себе. Можно было бы сделать пожирнее и поинтереснее. Давай-давай, загорается уже желтый, блин. Скорее себе чуть-чуть. Вмораживают такие люди, когда едешь, и он прямо в последний момент начинает останавливаться. Ну, что за дела? Прямо, кстати, здесь ехать можно. Смотри, все встали в одну полоску. Хе-хе-хе, дурачь его. Фуф, да. Мне понравился этот маршрут. Мне прямо реально понравился. Становимся все ближе и ближе к Диде Андрею. Едем к нему в гости. Было очень жалко, что в этой игре нет мультиплеера. Вот прямо мы с Андрюхой как раз-таки эту тему рассуждали, обсуждали. Очень прямо-таки в этом плане печально. Здесь было бы очень интересно. Какой-нибудь даже самый мод можно было бы поставить, как в GTA, и гонять. Так, честно, поворот пока запрещен, да? Здесь еще менты где-то у нас стояли, а вон они. Прямо сбоку. Что это за толчок было? Такое ощущение, что у нас как-то врезался, да? Блин, вот нахрена ты выехал на проезжую часть, чувак? Мне потом разворачиваться будет, но вообще неудобно. Вот ты, конкретно ты. Почему ты не постоял, не подождал там? Странные люди. Реально очень странные люди. Я заметил, очень много здесь утюг. Прямо очень, по-моему, первонасыщение ко всем остальным автомобилям. Но... Сейчас попробуем повернуть. Отлично. Здесь какой-то злачный район мы заезжаем. С центра города в какую-то жопу заехали. А, нет, слушай, здесь нормально. Там просто какая-то индастриал, что ли, был. А вот и наш финишный, остановочка. Ё-моё. Прикольно. Аккуратно заходим. Самое же интересное, без единой аварии заехали. Никого не столкнули, не сбили. Ничего. Структура блокирована. Так, всё, открываем окна двери. Открываем все ворота. Виходим. Да, здесь открыто у нас. О, смотри. Схватили свои сумки. Они отсюда забрали, да? Да, всё отлично, всё пусто. Шикардосно. Только единственный вопрос, почему у нас до сих пор нарисована точка, что у нас здесь крестик. Я так полагал, должно быть здесь открыться. Так, стоп, пойдём откуда вы ехали. Мы с вами выезжали. А, мы отсюда выехали. Вот. Хм. Интересно, почему-то автобусно-становка у нас так засчитана. Криво. Сейчас мы попробуем. Всё закрылось. Так, здесь всё. И здесь всё. Ну-ка, если мы немножко отъехать. Сейчас посмотрим. Не, всё равно почему-то горит. Красный Крест. Хотя, ну ладно, ничего страшного. В принципе, как-то вот так, ребят. На этом, я думаю, серию мы с вами закончим. Вот такое у нас с вами было сегодня путешествие. Мне оно дико понравилось. Мне понравилась сама по себе игра. Интересно сделано. Красиво самое что-то интересное сделано. Конечно, есть мелкие недочёты, но она намного атмосфернее, тем тот самый туристик. Потому что там всё-таки по острову, по пустынному гоняешь, а здесь прямо по живым и густонаселённым городам. Ну, если вы ждёте продолжения нашего рейса к Дядя Андреев Гуси, обязательно пишите хорошие комментарии, ну или плохие, неважно. Обязательно ставьте ролику лайк, либо дизлайк. Ну, а я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Всем пока.